Всем привет! С вами Алекс Форстер. Если вы много поёте, много выступаете, у вас огромная концертная деятельность, или же, к примеру, вы просто работаете голосом, например, вы педагог, то, скорее всего, когда-либо в своей жизни вы встречались с такой ужасной, ужасной проблемой, с проблемой потери голоса. И что делать, если вы просыпаетесь утром, то, скорее всего, понимаете, что у вас сегодня предстоит двухчасовой огромный концерт, где вам надо очень много петь, а петь вам, собственно, нечем, потому что у вас охрип голос, потому что вы вчера, например, перепели, ну или, может быть, перепили. В этом ролике я вам покажу пять офигительно крутых способов, как быстро снять охриплость голоса и вернуть ему былую, так сказать, славу. Но очень важно понимать, что эти способы будут работать только если вы здоровы. Если вы уверены, что вы охрипли и осипли не от того, что вы заболели какой-нибудь простудой или гриппом, тогда с радостью применяйте эти способы. Если же вы болеете, если у вас подозрение на то, что у вас вирус, обязательно идите к врачу, без разговоров, я предупредил. Итак, первое, что вам нужно понять, если у вас сел голос, это то, что вам нужно замолчать, желательно вообще, то есть не разговаривать. Но если вам жизненно просто необходимо кому-то что-то сказать, говорите это вот таким вот спокойным, тихим голосом. Но ни в коем случае не шепотом, потому что когда вы шепчете, ваши связки напрягаются гораздо сильнее, чем даже когда вы кричите. Поэтому нужно говорить очень мягко и спокойно. И перестаньте курить. Курение это главный враг для голоса. Вообще бросайте это в бесполезное занятие. Я вам советую. Первый способ вам подойдет, если вы охрипли немножко, ну или совсем чуть-чуть перетрудились и чувствуете, что ваш голос немного подустал. Итак, вам нужно взять стаканчик молока, намешать в него ложечку вашего любимого меда и бросить туда вот такой вот кусок сливочного масла. Все это перемешать и хорошенечко согреть. Только главное не перегреть, чтобы не обжечь ваши связки. Кому-то это может показаться не очень вкусным, но только не вашим связком. Для ваших связок это очень хороший бальзам. Советую пить эту смесь на ночь, и тогда на следующий день вы почувствуете, что ваш голос будет звучать гораздо мягче. Только не пейте это прямо перед вокалом. Способ номер два. Внимание, сейчас будет страшно. Нам понадобится шприц. Рутылка. Есть сентуков. Желательно номер четыре, или в крайнем случае номер семнадцать. И вот такая вот дьявольская машина под названием небулайзер. Но не переживайте, колодца мы с вами пока еще не будем. Мы будем делать ингаляции. Эти ингаляции очень полезны для вашего голоса. Их рекомендуют практически все фониаторы. Особенно если в какой-то период времени у вас идет очень большая нагрузка на голос. Итак, что же мы будем делать? Мы открываем бутылочку, обязательно, чтобы она была свежая, только что купленная. Открываем, даем ей немножко постоять, чтобы вышел газ. Потом мы берем шприц, набираем четыре миллилитра этой волшебной водички. И впрыскиваем это в небулайзер. Такой вот аппарат небулайзер можно купить в любой уважающей себя большой аптеке. Они бывают самые разные, бывают, работают от сети, бывают от батареек, бывают разных видов. Вам, собственно, абсолютно не важно, какой брать. Все они будут работать одинаково хорошо. Далее мы берем наш аппарат, включаем и пыхтим. Как паровозик. Раз, два. Вдох, выдох. Пока не закончится лекарство. Желательно это делать несколько дней, пока у вас идет нагрузка на голос. И вы поймете, что вам петь гораздо легче. Ну или говорить. Рецепт номер три. Несмотря на то, что он довольно-таки сложный и трудозатратный, вам придется сделать достаточно много телодвижений, чтобы его попробовать. Но он очень популярен среди оперных певцов. И мы, собственно, на себе опробовали его, и он достаточно эффективен. Итак, что вам нужно сделать? Мы берем три штуки сухого инжира, режем их, кидаем в кастрюльку, заливаем одним стаканом молока и ставим это на огонь. Доводим до кипения, потом, самое страшное, вы снимаете кастрюльку с огня и натурально заворачиваете ее в одеяло и ждете еще два часа. Чего не сделаешь ради искусства. Вкус достаточно специфический. Когда вы это пьете, постарайтесь подумать о том, что это расплавленное мороженое. И эта штука должна быть комнатной температуры, не горячая и не холодная, немножко теплая. Пейте это три-четыре раза в день по полстаканчика. Четвертый способ нам подсказал сам Федор Иванович Шаляпин. Но у этого способа строгий возрастной рейтинг 21+. Нам понадобится 100 грамм коньяка, одно яйцо, имбирь, мед и немножечко лимонного сока. Что мы делаем? Мы выливаем в миску 100 грамм коньяка, натираем туда кусочек имбиря, разбиваем туда сырое яйцо, перемешиваем это все, капаем лимонный сок и добавляем столовую ложку вашего самого вкусного, самого любимого меда. Хорошенечко это все перемешиваем. И потом мы берем все это в постельку. И когда вы сделали все ваши домашние дела и собираетесь в банки, вы ложитесь, берете с собой вот эту гремучую смесь, замолкаете совсем. То есть не говорите больше ни слова. До завтрашнего дня. И пьете вот эту вот шнягу. Вот так вот медленно по одной ложечке. Медленно. Она очень ядреная. Прожевываем имбирь как следует. И выпиваем целую тарелку. После чего ложимся спать. Ну и наконец пятый способ действительно экстренный. Это если вам срочно нужно петь, а голоса нет. Вы идете к врачу, который называется фонеатор. И просите сделать вам вливание. Это такая клевая волшебная штука, после которой вы будете петь просто как бог. В течение двух-трех часов. После чего ваш голос превратится в тыкву. И вы не сможете петь вообще в течение, ну, еще какого-то времени. Поэтому пользуйтесь этой штукой очень осторожно. И действительно в крайних случаях. А вообще я вам от всей души желаю никогда не сажать голос, петь и говорить правильно, на хорошей опоре, заниматься с хорошим педагогом. И тогда все у вас будет хорошо. Прямо как в сказке. Ну, на самом деле, все мы там будем. Потому что сажают голос даже суперкрутые профессионалы. Так что пользуйтесь на здоровье этими пяти способами. Если вы знаете какие-то еще способы восстановления голоса, делитесь ими в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро здесь будет очень много всего интересного. Пока!